13.06 в Кирове, у микрофона Светлана Занько, и в программе «Особое мнение». Своё особое мнение сегодня высказывает исполнительный директор Ассоциации Совета Муниципальных Образований, депутат Соксобрания Кировской области Андрей Лучинин. Андрей Николаевич, добрый день. Здравствуйте. Очень-очень богатый месяц на различные новости, сообщения. Одно интереснее другого, одно противоречивее другого, я бы сказала. Хотя вроде не август. Хотя вроде не август, может, сейчас надежда, что август будет спокойнее. Но мы думали все, что Павел Астахов уйдёт в отставку. Может быть, вы так думали? Вы, может быть, думали, я-то вот об этом даже совсем не думал, как-то не загружал в своё сознание такой информацией уйдёт Павел Астахов или не уйдёт. Ну, просто это не касается, наверное, нашего субъекта до такой степени. Или, может быть, у нас есть свой бунтсмен по детям. И он работает эффективно. Зачем нам всю вертикаль-то просмотреть? Вот он должен вертикаль смотреть. Нам-то зачем это нужно? Тем более, наверное, данное событие, оно тонуло в ряде других событий областного, всероссийского, а также международного. То есть Павел Астахов вас как перчаток совершенно не интересовал? Нет, особо нет. И сейчас не интересует особо. Возвращение из отпуска он покинет это место работы, заявляет никто иной, как господин Песков. А сейчас выходит новость о том, что уполномоченный по правам ребёнка Павел Астахов, отставка его не принята. Это нормально вообще всё? Ну вот эти вот копошения кадровые, я ещё раз говорю так, меня особо сильно не заботят. Если он является омбудсменом у нас, он должен эффективно работать, должен мгновенно отслеживать все события, которые у нас связаны с детьми, с детским отдыхом, в том числе, раз эта тема стала очень актуальной сегодня. Работает, значит пусть работает. Я не в курсе полностью, по каким основаниям собирали подписи против него. Наверное, имело место быть какие-то подозрения или действия. Это же не наша компетенция сегодня его отзывать или призывать. Как Вы относитесь вообще к подписанию петиции в интернете? За или против отставки или посадки разных людей? Высокопоставлено. Если это имеет место, собирание, то значит это кому-то надо. Надо разбираться, кому-то надо, кто инициатор. Сами участвовали когда-нибудь в подписании таких петиций? Нет, не участвовал я в подписании петиции по интернету, тем более, когда скрывается фамилия или еще что-то. Активно выступал, конечно, в открытых письмах это было. Значит, в данном случае мы живем в век манипулятивных технологий. Поэтому мы на сегодня видим, как собираются подписи, как какие-то действия происходят за что-то, против чего-то. Ну, тут те люди, которые занимаются непосредственно, в том числе кадровыми вопросами, они должны оценивать всю полноту, всю совокупность действий данного лица или группы лиц, по поводу которых подписи такие собираются. А позволять себе на эмоциональном уровне принимать решения или так скоропалительно давать какие-то заключения, считаю, наверное, безответственно. Надо изучать вопрос, почему это происходит. Да, я должна поправить то, что я сказала. Информация на сайте «Медуза» от телеканала «Дождь». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что полномочия по праву ребенка Павел Остап покинет свой пост после отпуска. Ну, тем более... Тоже все равно. Нет, такое мокрое дело, как «Дождь», как «Телеканал» и «Медуза», для меня не являются авторитетом. Вы не доверяете? Не являются авторитетом. Совершенно не факт, что он уходит, что ли? Я ведь не знаю. Вот вы меня спрашиваете сейчас, доверяю ли я этим каналам, о которых вы говорите. Я говорю, что нет. Это для меня не является источником информации, которому следует доверять стопроцентно. Там, в качестве анализа... А какие источники информации вызывают у вас доверие? Центральные каналы вызывают доверие? Вызывает ли у вас доверие фотографии, представленные Следственным комитетом, например? В совокупности многие факторы, многие средства массовой информации, если их оценивать, то тогда они выходят на какую-то точку истины. А брать один какой-то источник, ну, это непозволительная роскошь. То есть все-таки вы собираете максимум информации, сравниваете, делаете собственные выводы? У нас сейчас век информации, информационных технологий, потому человек, который занимается политикой, так или иначе, должен уметь видеть информацию всю и анализировать. То есть если он может опираться на все источники и выбирать для себя какую-то линию правильную, значит, он умеет анализировать. А если он берет и верит какому-то одному источнику, ну, наверное, это неразумно. Я напоминаю, что это особое мнение исполнительного директора Ассоциации Совета Муниципальных Образований Андрея Лучинина. И вот хотелось как раз по муниципалитетам пройтись. Конечно, не может мой вопрос не касаться ситуации нашей, когда мы остались без главы региона. И первый вопрос к вам, как к директор Ассоциации Муниципальных Образований. Встречались ли вы уже с главами муниципалитетов и обсуждали ли эту ситуацию? Ну, скажу сразу, что не совсем, наверное, правильно, что мы остались без главы региона. У нас есть исполняющие обязанности главы региона, Кузнецов Алексей Борисович, который исполняет обязанности. И, конечно же, на той неделе была его встреча с правительством области. Все сотрудники, все руководители правительства вышли из отпусков очередных, кто был. И, конечно же, были приглашены на встречу все главы районов и городов. То есть такая встреча состоялась. Были обозначены приоритеты. Это и по работе с бюджетом, с наполняющей, с выполнением и подготовкой к отопительному сезону, дорожно-строительной работы и иные виды деятельности, которыми должны заниматься муниципалы ежедневно. То есть об этом разговор шел. Более того, Ассоциация Совета Муниципальных Образований также не прекратила свою работу. И планово мы провели 29 июня свое совещание, правление, на котором также обсуждали наиболее актуальные вопросы. Но вы не ответили на мой вопрос. Вы обсуждали ситуацию, когда у нас нет губернатора. Там люди, которые приехали из районов, они говорили, что нам теперь делать. Удивительный вопрос. У них всегда есть чем заняться. То есть никого не тревожила эта ситуация? Не задавали таких вопросов? Безусловно. По-человечески, если мы возьмем фактор человеческий, то, конечно, тревожит ситуация. Но если мы возьмем фактор хозяйственной деятельности, то у нас есть план, у правительства есть план работы на летний период. Планы не меняются. Есть планы у каждого муниципального образования. Сегодня, слава богу, не 90-е конец или начало 2000-х годов, когда все шло у нас с колес и сильно очень зависело от того человека, который стоит во главе региона. Есть процесс, который поставлен на регулярную основу. То есть есть планы, в том числе финансовые планы, утверждены программы. Кстати говоря, многие финансовые планы, я уж не знаю, насколько муниципалитетов это касается, но эксперты здесь у нас в студии говорили, и то, что я читаю сейчас в СМИ, и то, что говорят в том числе и министры наши, что очень многие проекты были связаны с самим Никитой Юрьевичем Белых, и по очень многим проектам он лично договаривался и являлся неким гарантом. Вот такие проекты, связанные с муниципалитетами, вы знаете они? И которые сейчас могут пострадать от отсутствия. Давайте немножечко этот вопрос более разверну. Да, скажу, что Никита Юрьевич вникал во все проекты и программы, наиболее актуальные для региона, в том числе для муниципалитетов, чего стоит только проект местных инициатив, проекты местных инициатив, которые у нас уже действуют в шестой год. Естественно. Но, как инициатор, да, он был. Но в конечном итоге, когда он инициировал, продвигал, договаривался даже с инвесторами, дальше-то пошел уже процесс конкретного воплощения. И тут втягивались уже другие люди, исполнители, и муниципальное руководство, и соответствующее профильное министерство, и прочее. Рисовались также планы, которые утверждались, которые проходили абрабацию, которые бюджетирование проходили, планирование. То есть я правильно понимаю, что все планы, которые касаются муниципалитетов, выстроены таким образом, что механизм запущенный, работает, и будет работать эффективно без губернатора Белых. Да. Я надеюсь, что это будет работать, потому что даже совещание, о котором я говорил, Алексей Берисович проводил, он третьим, по-моему, вопросом подтвердил, что на 2017 год у нас были сомнения, но эти сомнения были ранее, и они касались наличия финансов. То есть достаточно ли нам будет финансов в следующем году продолжить этот проект. Мы сейчас про ППМИ говорим. Про ППМИ. А он очень важен в этом проекте. Очень важен. Я считаю, один из важнейших проектов, даже не с точки зрения создания благоприятного микроклимата, вот инфраструктурного, да, в муниципалитетах, с точки зрения вхождения людей в этот проект, создания инициативных групп, участия в защите своих концепций, стратегий. Развитие этого самого гражданского общества. Совершенно верно. Вот это и есть местное самоуправление на самом деле и гражданское общество. Ну, как говорится... На 2017 год, я просто завершу свою мысль, на 2017 год подтверждено, что проект будет продолжаться, а работа идет, потому что работа начинается заранее. Во-первых, все районы подтвердили желание участвовать в 2017 году в этом проекте. Я почему задавала этот вопрос? Потому что, что касается, мы тоже сейчас выйдем с вами на небольшой перерыв, но вот что касается проекта ППМИ, он всегда презентовался как проект при личном патронате белых и как проект, который с его подачи был реализован в нашем городе. Вот нужна ли сейчас мощная поддержка кого бы то ни было этого проекта в лице, не знаю, там, группы депутатов, одного депутата, кто будет являться гарантом того или что будет являться гарантом того, что этот проект и подобный ему будет продолжаться, вот это после короткого перерыва. Продолжается программа «Особое мнение». О свое особое мнение высказывает исполнительный директор Ассоциации Совета Муниципальных Образований, депутат Соксобрания Андрея Лучина. Мы здесь, конечно, перерывы, как обычно, обсуждаем, но уже залезли на следующие вопросы, на вопросы, которые вы, уважаемые слушатели, оставляете на сайте хакирова.ру в разделе «Анонсы» нашим спикерам. Я к ним приступлю чуть позже. Мы хотим договорить по ситуации с тем, что будет с экономикой и социальной жизнью области и инвестиционным климатом в регионе после задержания ареста губернатора Никиты Белых. Вот по ППМИ, если вы, Андрей Николаевич, выражаете полную уверенность, что проект и без поддержки Белых, которая была очень активной, по крайней мере так представлялась, будет продолжать свое существование железно, то я задавала вопрос до перерыва, а кто или что будет ревняться гарантом того, что этот проект будет действительно продолжаться? Во-первых, скажу, что любой удачный стартап, любое дело, оно в начальной своей стадии на идеологическом каком-то лице, на идеологии, на тот, кто живет этим проектом, держится. А затем, если это грамотно уже встроено, то он уже начинает жить своей жизнью. Я вам скажу, что за последние годы действительно этот проект уже живет своей жизнью. В каждом районе сформировались устойчивые, активные группы граждан. Главы поселений на сегодня втянут практически все в этот проект и заинтересованы что-то делать. Сегодня депутаты законодательного собрания, депутаты городской думы понимают необходимость. Но вот лично вы будете контролировать и сражаться за этот проект, если он будет под угодом? Начало еще проектирования. Я работал с этим проектом, и это было, чуть было не сказал, что чуть ли не наша идея, нет, конечно. Но, тем не менее, конечно, мы понимаем, что сегодня муниципальное сообщество, все заинтересовано. А раз оно заинтересовано, я как директор ассоциации, могу вам сказать, что в моем лице данный проект получит полную поддержку. Одно дело поддержка, другое дело всеми силами за этот проект, являться гарантом. Ну что значит всеми силами или поддержкой? Вот у нас идут бюджетные чтения, начинается бюджет. Мы поднимаем вопросы. То есть, Андрей Лучинин не может быть гарантом такого проекта, реализации такого проекта. А кто может быть? Гарантом на сегодня, что проект будет продолжаться, может быть, наличие строки в бюджете Кировской области в каком-то количестве денежных средств, что в бюджете предусмотрено 100 или 150 миллионов на реализацию данного проекта. Вот это гарантия. И вы как в законодательной деятельности будете... Мы будем утверждать, и мы будем вносить, и защищать. Ну, а вы конкретно, вы, Андрей Лучинин. А что касается аэропорта, на сайте есть вопрос от Егора. Что теперь будет с аэропортом? Это в ту же копилку, что аэропорт тоже связывали с именем Никиты Белых. С победой ведь губернатор договаривался. Она летать перестанет? Как думаете? Нет, летать не перестанет. Это ответ тот же самый. Я могу сказать, что да, на определенном этапе развития инфраструктуры Кировской области, в том числе транспортной, губернатор достаточно много внимания уделял и убеждал депутатов, в том числе. И вы знаете, наверное, сколько было различных мнений по выделению средств, и ряд депутатов много раз всказывались о необоснованности этих средств и так далее. Тем не менее, этот проект заработал. Сегодня вот эта точка, аэропорт Кировской области, развивается. И, наверное, при современной жизни невозможно представить Киров без аэропорта и развития именно воздушного сообщения. Я думаю, что этот проект будет продолжаться. Но мы видим, что растет выручка. Вот сегодняшняя новость на нашем сайте. Все равно он пока убыточен. Но он все равно убыточен. И найдется, наверное, некоторое количество ваших коллег в УЗС, которые скажут, сколько можно терпеть убытки. Безусловно. Безусловно. Но в данном случае не все меряется только финансами, прибыльностью или убыточностью. В данном случае это услуга. Услуга может компенсироваться. Услуга для граждан, которая на сегодня, если даже мы посмотрим, какие цены на перевозки по железной дороге, то цены сегодня на полеты в Москву или на юг, другие регионы, они сегодня такие же, или даже меньше, чем ехать на купе с железнодорожным транспортом. Потому что альтернатива должна быть всегда. Да. Как пример, объяснение, почему убыточен, аэропорт говорит, что основным причинам называют рост цены энергоресурсов, топлива, материала, а также снижение размера субсидий из областного бюджета. Что с этим будет в следующем году, на следующий год, на 2017-й? Это, думаю, это ЗАГС Собрание еще обсуждал или еще обсуждал этот вопрос? Пока нет, но я думаю, что по мере самоокупаемости данного проекта, конечно, мы будем снижать... Размеры дотаций и когда-то должен все-таки выйти. Я надеюсь, что в ближайшее время этот проект на самоокупаемость выйдет. Ну, вы скажите, вы, Андрей Лучинин, не допустите того, чтобы... Чтобы аэропорт закрыли. ...закрылся. Постараюсь не допустить. Если вы за это будете сражаться. Если у вас устраивает такой ответ, да, конечно, потому что нам необходим воздушный аэропорт. Что касается... Возвращаясь к Никите Белых, коммунисты, я имею в виду КПРФ, Кировское отделение, выразили свою позицию. Они хотят, насколько я понимаю, на ближайшем плановом или не плановом УЗС, не очень понятно, вы сейчас нам объясните. Они хотят вынести вот ум недоверие. Даже заявляют, что целых 20 непарламентских партий их поддержало. Я, честно говоря, не знала, что у нас 20 непарламентских партий, что за партии, непонятно. Но об этом говорится на сайте КПРФ. Да, это их намерение может быть реализовано в рамках областного законодательного собрания? Комментировать не хотел бы. Ну как, ну надо придется, вы же пришли сюда комментировать новости и заявления. Понятно, но есть какие-то разумные вещи, которые в нашей жизни происходят, а есть абсолютно деструктивные вещи, которые... Ну как можно комментировать то, что нереализуемо? То есть они что хотят себе присвоить право президента отстранить губернатора, что ли? Это не их право. Это раз. Первое. Второе. У нас очередное законодательное собрание, пленарное, кстати, последнее в созыве, 21 июля. Может случиться внеочередное? Может случиться внеочередное. Но, уверяю вас, точно не по инициативе КПРФ. Почему? Ну, я хоть и недавно в законодательном собрании всех вижу там, разумных людей гораздо больше. Чем представитель КПРФ? Не комментирую. То есть не состоится внеочередное собрание? Я думаю, что по инициативе КПРФ ничего не состоится. Это пиар-ход, пиар-акция, которая необходима для дальнейшего раскачивания лодки. Чем хуже, тем лучше. Базовый принцип КПРФ. Чем хуже для людей, тем лучше для КПРФ. Уточнил. Ну, смотрите, по крайней мере, КПРФ определились в своей позиции по отношению к аресту, к задержанию ареста белых. А что Единая Россия? Уже есть какое-то мнение по этому поводу или план действий? Потому что неоднократно ваши коллеги по партии подчеркивали, что Единая Россия очень важна дисциплина партийная. Если какое-то выносится решение, то все его поддерживают. Вот здесь шло какое-то обсуждение, определение позиции по поводу... Нет, никаких обсуждений не было. И мы считаем это преждевременно. Сегодня идет следствие. До решений тут есть несколько активных участников. То есть отстранить может только президент. Соответственно, это его компетенция. И влезать в его компетенцию депутатам законодательства, собрали там региональному отделению партии. Я думаю, что это бессмысленно и глупо. Есть определенные процедуры. Идет следствие. И вмешиваться или тут фантазировать, а тем более провоцировать какие-то вещи, я тоже считаю это крайне нецелесообразно. И Единая Россия такими вещами публикальными не занимается. Планы у нас есть. Мы идем на выборы. Мы готовимся к выборам. На этой неделе у нас состоится партийная конференция, где будут выдвинуты кандидаты в законодательное собрание. Мы выдвинули кандидатов в Государственную Думу. Нам предстоит выдвинуть большой блок депутатов, муниципальные, районные думы, городские в том числе. Но вас не может не интересовать, кто будет возглавлять регион в ближайшие годы, пять лет, например? Нет, ну... У столько версий сейчас выдвигается в интернете, в различных изданиях, в СМИ. Неужели вы не обсуждаете? Это живые люди. Конечно же, они интересуются, обсуждают. Но в политическом плане, на организационных каких-то моментах мы не занимаемся этими вещами. А скажите, идут ли сейчас какие-то консультации с депутатами, с бизнесменами в отношении не Никиты Белых, а нового главы региона? Я не слышал о таких консультациях. И, наверное, это тоже не компетенция на сегодня местной власти, и в том числе Единой России, заниматься какими-либо консультациями. Каждый должен заниматься в нашей стране своими полномочиями, своим делом. А как вы думаете, когда ждать решения или заявления по поводу судьбы места главы региона? Не знаю. Но ждете? Ну, оно будет. Решение решения? Мы же знаем на сегодня, что есть законодательная возможность за 60 дней объявить, до выборов, до даты выборов, объявить выборы. Это до 18 июля. Если будут произведены определенные действия президентам, и выборы будут объявляться, то, конечно, вот это будет уже сейчас. Если этого не будет, то, наверное, это следующий избирательный срок. Не могу вас не спросить. Это буквально сегодняшнее сообщение. Выдержка из этого сообщения тоже есть на сайте хакерова.ру в наших новостях. Никита Белых заявил, что не считает дело против себя политическим, самого себя не считает лидером оппозиции. Говорит, что он государственный чиновник, избранный губернатор Кировской области, и добавляет, что хотел бы остаться на этой должности. В отношении последнего добавления, какие у вас по этому поводу эмоции возникают, суждения? Я по поводу первых фраз ваших могу сказать, что все так, это не политическое дело, и до суда мы здесь ничего не решаем и не определяем. Насчет его желаний и хотений тоже я прокомментировать ничего не могу. Ну что вы от меня ждете, чтобы я прокомментировал вам? Его желания... Разъявлений было у Никиты Юрьевича достаточно много. Он говорил о том, что это подстава, он говорил о том, что он не считает себя виноватым, он говорил о том, что он это делал ради региона и поддерживает эту линию. Не знаю, ну окей, хорошо, не комментируйте его как чиновника, как человека, может быть, с такими высказываниями. Не имею морального права даже комментировать его как человека. Хорошо, на этом мы делаем сейчас перерыв, полторы минутки, вернемся с другими вопросами. Продолжается программа «Особое мнение», и это особое мнение Андрея Лучинина, депутата законодательного собрания и исполнительного директора Ассоциации Совета Муниципальных Образований. Я обязательно перейду сейчас к вопросам, которые оставили наши слушатели на сайте, но тут Андрей Лучинин, который много чего не комментирует в этой программе сегодня, большего количества раз я не комментирую и не слышу. Я вам заранее говорил, что вопросы, которые не лежат в плоскости моей компетенции, я как блогер, наверное, комментировать не буду, потому что я не блогер. Это ваша позиция, это ваше особое мнение. Но вы сказать, что вы можете прокомментировать то, что Никита Юрьевич Бродского читает сейчас в камере, и почему он худеет? Я могу сказать, что да, появилось свободное время. Бродский – это тот автор, которого надо читать не в суе, а чтобы было время на раздумья. Вот, и только потому. Только потому. А худеет он почему-то, да. Тоже есть время похудеть? Да. То есть сейчас видеозапись будет, люди смотрят. Вот кто видит нас сейчас в прямом эфире, может увидеть улыбку и покачивание головой Андрея Николаевича. То есть комментарии отсутствуют на самом деле сейчас. Я же не рекомендую всем вот такой метод похудения применять. Никому бы не пожелал, можете так сказать? Конечно, конечно. Конечно. Все, переходим к вопросам сайта. Анна пишет. Андрей Николаевич, здравствуйте. Вот вы много ездите по районам, вы же не можете не знать, что в глубинке никто не может и не хочет ни в Думу избираться, ни городом руководить. Потому что ответственности вон сколько, а прав и ресурсов никаких. Как может вообще в такой ситуации говорить о каком-то развитии? Деградация полнейшая. У нас в этом году вместе с выборами в Госдуму и Законодательное собрание выборы в районные думы идут. Да, есть вопросы. И эти вопросы усугубились новацией в законодательстве, которые предполагают декларирование доходов и, собственно говоря, наличие недвижимости, движимости, в том числе и за рубежом, и здесь, которые налагаются на депутатов всех уровней. То есть и поселковых, и районных. И этим людям, которые, собственно говоря, учителя, врачи, предприниматели, крайне непонятно, зачем это делать. Декларация идет, декларирование идет. Все-таки отчеты сдаются. Тяжело. Мы выступали с инициативой вместе с ассоциацией Башкортостана, Татарстана, других муниципальных, то есть ассоциаций нашего приложения федерального округа с тем, чтобы освободить декларирование именно депутатов поселенческих дум. Но на сегодня наша инициатива, она пока никак не прокомментирована, вернее прокомментирована, но не отражена. Есть комментарии о том, что разные у нас в стране муниципалитеты, разные уровни доходов и разное намерение у людей, которые идут во власть, и влияние их. Ну вот, мы просто видим в нашем регионе, мы сегодня видим в нашем регионе, это достаточно тяжелый случай. Идут депутаты, конечно, люди, но еще один момент такой вот. У нас в следующем году, в 2017, будет уровень муниципальных выборов. У меня есть опасения определенные, что будут затруднения с выдвижением людей, в том числе на главпоселения, поскольку действительно Анна правильно пишет, что полномочий достаточно много, а финансов на осуществление этих полномочий... Обязанностей много напишут, а полномочий... Ну, это то же самое, обязанностей, полномочий, значит, а финансов на осуществление всех их нет. А тот спрос с глав сегодня достаточно серьезен и с надзорных органов, и с населения, которое стало очень активно... Вы говорите, что я вижу, что в следующем году будет проблема с выдвижением на главпоселения. Насколько глобальная эта проблема будет? Насколько серьезная? Ну, вы не можете не знать всей ситуации? У нас есть год еще, чтобы она не стала такой глобальной. А сейчас это как? Это кадровая работа, это системная кадровая работа. Сейчас как это выглядит? Выглядит что? Эта проблема, насколько она глубока? У нас каждый... Каков процент? Практически часто, такой вопрос, перманентная работа идет по довыборам глав, по довыборам депутатов. И всегда вопрос встает, кто будет? Нет скамейки запасных выбороков. Вы знаете, она не сильно велика. И чем меньше район, тем меньше ресурсов в районе, поселений тем более, чем оно меньше, тем больше таких проблем возникает. Почему мы чуть ранее вопрос об объединении, укропнении поселений ввели? Что мы, по крайней мере, и экономические, финансовые, и людские ресурсы сосредотачиваем, таким образом можем решить эти вопросы. И нынешняя текущая ситуация подтверждает это ваше предложение? И это еще обсуждается или уже не обсуждается вообще? Нет, почему? Укропнение и объединение район? Это обсуждается и будет обсуждаться, я думаю. Сама мина заложена в 131 законе. И той конвенции, которую мы подписали местным самоправлением. Та система, которая была наработана у нас и в советское время, и в постсоветское время, она, наверное, к данной ситуации подходила более, чем сегодня. Как Вы сейчас будете решать этот вопрос? Ездить и уговаривать или продвигать все-таки Вашу инициативу и добиваться того, чтобы это было реализовано по объединению, укропнению муниципалитетов? Первое и самое главное – это работа с кадрами. То есть ездить и уговаривать тех, кто не хочет идти, что ли? Ну, уговаривать – это сильно утрированное мнение. А как? Если они не хотят? Везде есть люди активные. Везде есть люди в каждом поселении. В том же проекты местных инициатив. Они же не из воздуха. Я понимаю, не понимаю, Андрей Николаевич, Вы говорите, проблема есть, люди не хотят идти в Думу, не хотят становиться главами. Но везде есть люди активные. Так что же они не идут-то? Как Вы с ними собираетесь работать? Я так себе так и представляю. Вы приходите к Андрею Ивановичу и говорите, Андрей Иванович, некому кроме тебя. Уговаривать мы убираем. А как? Шантажировать? Хотя слово уговаривать, наверное, применим. Предлагать. Что делать? Разъяснять. Что разъяснять? Будь патриотом, иди, или вот у тебя есть перспектива развития своего района, иди. Как это будет все происходить? Какие у Вас инструменты, Андрей Николаевич, для того, чтобы изменить коренным образом ситуацию? Нет, коренным образом, чтобы ситуацию изменить, надо менять законодательство. И систему местного самоправления, которая сегодня выстраивается, ее нужно менять. На мой взгляд, уже как директор ассоциации и человек, который занимается местным самоправлением еще до директорства ассоциации, ее нужно менять. Мы можем это сделать на региональном уровне? Нет. На региональном уровне. Вы должны выйти на уровень ГОСДУ. Совершенно верно. Мы должны треуглерить вопрос федеральным законодательством. И в данном случае мне одна вещь не нравится, что масса компетенций с уровнем муниципальной власти, с уровнем региональной власти, сегодня находится в рамках федерального законодательства, регулирования федералов. На мой взгляд, вопросов масса местного значения должны регулироваться здесь, нашим законодательным собранием, районной думой. Вот этот перекос сегодня существует. Определение стратегии развития местного самоуправления, сегодня у нас вот это федеральный тренд, а это должен быть региональный и муниципальный тренд. Сколько лет этот тренд длится? Десяток лет больше. Почему не менялось ничего? Очевидные ошибки были? Нет, ошибки видны. Изменения идут в рамках 131 закона. Это самый часто изменяемый закон. Постоянно вносятся изменения в этот закон. Постоянно расширяются возможности. Вот буквально свежая новация. Федеральное законодательство позволило ввести еще две формы местного самоуправления. Это города с внутригородским делением. Это все идет. Но это не решает суть вопроса. Может быть в крупных субъектах, густонаселенных, центральных, все нормально. Там и бюджетная обеспеченность достаточная, там и производство есть. Но в таких регионах, как Кировская область, эти вещи не работают. В том числе вопрос возникает и кадровой политики. И тогда, когда мы переходим к выборам, то людям необходимо разъяснять, в том числе и главам, почему необходимо продолжать работать. Либо искать и работать с кадровым пацаном. То есть привозить в районы корота. Кстати сказать, если уж мы говорим о привозить, то в советское время была неплохая система, когда хорошо проявивший себя чиновник на уровне областном посылается в район, и все, что он наработал теоретически, практически доказывает. Классное предложение, Андрей Николаевич, областного чиновника отправить на работу в район. Конституция. Я думаю, что многие будут благодарны областные чиновники за это. Конституция наша, и позволяет сегодня человеку в праве свое место жительства определять и кого-то насильно направить. Так же, как мы сталкиваемся с фельдшерами, с учителями и так далее. Когда я езжу в районы, говорят, что сделайте вы в мединститутах, в пединститутах, как раньше направление, как вот я в свое время отправлен был в деревню, работа учителями. Направляйте на три года, пусть отрабатывают. Андрей Лучинин за, как это называлось, за целевое назначение областных чиновников для работы в районе. Жаль, законодательство не позволяло. Это вы сейчас заголовок делаете. Вы этого не сказали, я не могу за вас говорить, но примерно это вы имели в виду. Я имел в виду, что кадровая работа должна быть более четко отрегулирована, поставлена. И может быть даже вот к этому вопросу возвращаться. Желаешь делать карьеру государственного деятеля, там, муниципального чиновника? С самого низкого уровня. Пробуй себя, совершенно верно, в управленческой структуре районной, поселенческой. Почему нет? Почему же нет? Все проходили, вот у нас сегодня мы видим, там, допустим, сейчас выдвижение идет на депутатов законодательства. Там с молодежью разговаривают, там, ребята, мы готовы в законодательное собрание идти, мы хотим в законодательное собрание. Мы в государственную думу хотим и так далее. А муниципальную? Нет. Нет. Почему? Вы изучаете, я был депутатом районной думы. То есть у меня-то есть логика развития, я понимаю процесс, как они идут в самом таком небольшом районе. Жизнь учит жизнь. Вы научитесь. Нет, извините, это слишком мелко. Что значит слишком мелко? Подождите, это негатив. Мало денег, мало власти? Мало власти, мало полномочий, далеко от родного дома, от благ цивилизации. То есть я хочу дома, с благами цивилизации, на хорошей зарплате, мне не нужно ничем учиться на низовом уровне. Вы поговорите с молодежью. Для вас спрашиваю. Они так и говорят. И это будущее нашей законодательной власти и исполнителей? Есть и такие. Последний вопрос и несколько минут буквально до завершения программы. Снова с сайта. Алифтина спрашивает. Каждый год обещает сделать дорогу на Башарова. Если целый депутат Госдумы не может ничего сделать, это намек, видимо, на господина Валенчука, при этом везет каждый год почетных и дорогих гостей, то возникает сомнение, что у нас вообще когда-либо будут дороги. Ну вот к этому, кстати говоря, сегодняшняя новость у нас на сайте. Она, кстати, пришла позже, чем вот вопрос к вам о том, что дорога на Башарова будет сделана, правда, в каком-то одном месте и отступе какой-то там, я не помню, крошки. Но вообще там дорога страшная. И по-моему, этот вопрос каждый год поднимается. Андрей Николаевич, действительно, если в Гренландии сколько там уже лет? И его позиционируют как фестиваль там супер-супер всероссийский и целый, правда, депутат Госдумы. Светлана, вы выходите за этот вопрос когда сделают? Нет, я прошу вас прокомментировать на этот вопрос. Но я, Литина, поддерживаю в этом смысле удивление. И я поддерживаю ее. Взывает. И прочувствовал, и не только в этом году, эту дорогу Башарова. Доезжал у меня просто младший сын в лагере. Там нынче был первой смене, потому я-то по этой дороге несколько раз проехал, а потом уж начал ездить через аэропорт. Это потому рекомендую, во-первых, через аэропорт ездить в Башарова. Во-вторых, если целый депутат пообещал, наверное, что-то сделает, и потом там эту дорогу не латать надо, ее делать всю, там нет хороших участков. Это безобразная дорога. Я вот просто не рекомендую на своих машинах и на чужих машинах там просто проезжать. Это ужасная дорога. Вы поддерживаете Литину, что есть сомнения, что у нас когда-либо будут дороги вообще? Не поддерживаю. Никогда не говори никогда. Когда и при ком? И при каких условиях? Никогда не говори никогда. Все идет, все развивается. Мы видим сегодня в городе ругались, ругались, все равно строительство идет, как бы плохо не было и денег не хватало. Езжу по области, ремонтирую дороги. Да, тяжело, мы тяжело пережили эту зиму, очень. И если было время, я бы вам рассказал свои ощущения по дорожному строительству и инновациям, которые у нас на сегодня пробиваются уже в дорожной отрасли. Но давайте мы оптимистичнее будем смотреть. Будет лучше. И на Башарова будет дорога, но это требует колоссальных средств. А их нет. Они ограничены. Их очень немного. Да, Андрей Лучинин, его особое мнение. Сегодня в эфире на шардеостанции. До свидания. До свидания.